На площадке у дома 37 по улице Колпакова, как всегда, много детворы. Качели, карусели, горка, а главное – безопасное резиновое покрытие. Детскую игровую зону здесь модернизировали летом 2017-го. На символическое открытие пригласили депутатов, благодаря которым здесь и произошли преобразования. Мы год назад обещали, когда я был в этом дворе, что сделаем новую площадку. И вот, выполняя обещания, ровно через год, в конце августа 2017-го года, мы открываем хорошую детскую площадку. И сейчас уже новые наказы поступают жителей – организовать парк. Поэтому здесь такой маленький скверик, для того, чтобы было удобно жителям, особенно пожилого возраста, близлежащих домов, быть здесь, отдыхать. Поэтому мы взяли этот наказ вместе с местными депутатами. И, думаю, в течение двух лет, за год мы, наверное, не успеем по бюджетным соображениям, в течение двух лет мы договорились о том, что разобьем здесь такой небольшой сквер. Когда дети с таким восторгом воспринимают те наказы, которые даются нам, конечно, видишь результаты своей работы. И сегодня в очередной раз мы убедились, что та программа, которая существует в рамках городского округа, развитие детских площадок, спортивных площадок, действительно реализуется. Современная прекрасная площадка. Дети радуются, родители довольны. Я считаю, вот этот итог достижения наших забот и тех проблем, которые поставлены нашими жителями. Встреча с жителями прошла плодотворно. Мытищинцы высказывали свои предложения по благоустройству городской среды, по сохранению исторических ценностей и воспитанию подрастающего поколения. Завершилась встреча общим фото на память. Юлия Федориненко, Константин Бондаренко. Информационная программа «День». Юлия Федориненко. Информационная программа «День». Юлия Федориненко. Информационная программа «День».